В 2013 году исполняется 70 лет замечательному празднику недели детской книги, которая ежегодно проводится в дни весенних школьных каникул. В тяжелое военное время в 43-м году писатель Лев Касиль подарил детям книжки на именины, а работники межпоселенческой библиотеки устроили этот праздник школьникам района. Традиционно весенние каникулы у наших школьников начинаются с праздника – книжки на хаменин. Для того, чтобы привить вкус ребенка к чтению, работники межпоселенческой библиотеки всячески привлекают внимание учеников начальных классов к книгам. Дети читают. Дети читают очень много, надо их только заинтересовать. Что мы делаем? Даем им задания. Они оформляют альмонахи, они составляют кроссворды, придумывают сказки. Но на основе тех героев, с которыми они познакомились в книгах. Вот поэтому им приходится читать. Неделя детской книги в Ленинском районе открылась в подведении итогов конкурса «Самый читающий класс». Вот уже седьмой год подряд дети соревнуются за это почетное звание. Все начиналось с пяти участников, а сейчас в конкурсной борьбе уже 50 классов. И каждый из них должен быть... Самым упорным, самым настойчивым, иметь большое желание читать, побеждать. С раннего детства важно воспитывать у ребенка любовь к чтению, развивать интерес к книге. И первыми помощниками в этом вопросе всегда бывают родители. Книги мы любим читать. Так повелось, что у нас вся читающаяся семья. Поэтому книги у нас это нормальное явление в квартире, в доме, в семье. Поэтому книги мы читаем. Каждый просто родитель должен чувствовать своего ребенка и пробовать ему подбирать те книжки, которые ему больше понравятся. Не получилось одна, давайте другую. Не получилось другая, третья. Сначала детки с восторгом слушают, как мы им читаем сказки. А потом учатся грамоте и сами с удовольствием погружаются в мир литературы. Я научилась читать в пять лет. И моя любимая книжка – это «Котенок по имени Гав». Там есть очень много интересного. И там жизнь такая. Ну, и очень смешно. Книга для меня – это что-то такое, что можно почитать, интересное такое. А вот первоклассница Даша научилась читать очень рано. Сама она и не помнит. Говорит, что года в три или четыре. Сейчас она уже читает Толкиена и Хокинга. Ну, я люблю читать. Ну, потому что там из книг можно узнавать даже в таких простых каких-то историях или рассказах. Даже в сказках можно что-то узнавать новое для жизни. Как таким ученикам не участвовать в конкурсе? Тем более, если рядом с ними опытные наставники, их учителя. Именно они объясняют нашим детям, что чтение – лучшее учение. Это очень интересно. Дети берут книгу, чувствуют ее, читают, вместе с ней проживают жизнь героев. Я думаю, что это очень замечательно. Ведь сейчас, в наше время, дети в основном компьютер. И, конечно же, они отошли от книги. А хотелось бы, чтобы держали книги в руках. Я хочу поблагодарить ваших учителей, ваших родителей, наших библиотекарей, которые с вами занимаются. Потому что именно они вас приобщают к самому интересному миру – миру книг. По итогам конкурса обладателем Гран-при стали сразу два класса Видновской школы номер 7. Классным руководителем которых является одна учительница – Оксана Викторовна Краснощекова. Она со своими ребятами подготовила не только красочный альманах, но и с выдумкой его оформила в виде дерева, которое ей приснилось во сне. Я свою фантазию передала родителям в своем собрании. Они ее поддержали, и началась работа. Очень кропотливая, тяжелая, сложная работа. Еще было много номинаций и победителей. Ребята ушли с праздника воодушевленными, благодарными за интересные мероприятия. И, конечно же, с призами, книгами, которые обязательно будут прочитаны. Елена Бабин, Александр Ильин, Елена Кошлева. Видное ТВ.